Всем привет! С вами снова канал Страна Игрляндия и наш неотразимый котенок Бу-Бу. Доброе утро! Наш питомец проснулся и у него начало дня, который я думаю он проведет очень плодотворно. Ведь у нас в игре произошли новые изменения. И можно сказать благодаря вам, наши дорогие подписчики. Вы писали в комментариях о многих функциях, которые может выполнять Бу-Бу, но у меня не выходило это сделать. Я все думала, ну как же Бу-Бу вывести гулять или как же ему помыть руки, потому что на мои клики он никак не реагировал. А все оказалось намного проще, чем я думала. А оказалось, что у меня просто старая версия. Я ее обновила и теперь у нас появились новые значки и новые функции. Если вы сравните предыдущие серии и эту новую, то заметите, что в игре появилось больше значков. Как я и обещала, передаю привет нашим активным подписчикам. Это Няшки-Поняшки, Еве и ее питомцу Микки, Танечке Олейниковой, Анжеле Крамер, Ирине Долголенко, Рамилю Геймс, Артему Труневу, Алону, Ангелине Спаской, Катюше Невойт, Анжелине Лав и Александре Безруких. Спасибо вам, дорогие подписчики, за ваши комменты, поддержку и советы. Я также буду и в следующих сериях передавать приветы всем активистам. Так что если у вас есть желание прозвучать в следующих видео, пишите, отвечайте на вопросы, давайте советы и я обязательно вам отвечу взаимностью и передам приветики. Так, ну что, вижу-вижу, что ты голодный, бабушка, но сначала нужно искупаться. Сиди и не ворчи, а лучше радуйся, что я за тобой хорошо ухаживаю. Ты хоть мой и виртуальный питомец, но я все равно за тебя переживаю и хочу, чтобы ты хорошо выглядел. А то бывает у некоторых, заводят себе животных, а потом за ними не следят и не ухаживают. Я таких не понимаю, ведь мы в ответе за тех, кого приручили. Если вы со мной согласны, то напишите. Ну вот, теперь бабушка-чистюля. Сейчас только тебя причешу и можно будет идти завтракать. Ну подожди еще немножко, сейчас еще тебе хвостик расчешу и сразу пойдем кушать. Так, сейчас по-быстренькому сделаем приборочку и будем накрывать тебе стол. Так, осталось еще несколько штрихов и посмотрим, что у нас есть в холодильнике. Какие вкусняшки! Ммм, какие аппетитные пироженки! Но они тебе будут на десерт, поэтому нужно сначала позавтракать, например, хот-догом. Можно еще пиццу съесть. Давай-давай, кушай хорошо, а потом с тобой пойдем гулять. Или ты сначала поиграться хочешь? Конечно, хорошо, когда питомцы веселые и озорные и любят поиграть. Ну что, пойдем в твою игровую комнату? Вот молодец, сам проснулся и рыбку разбудил. Ребят, давайте как-нибудь назовем нашу рыбку. Пишите свои варианты. Чье прозвище мне больше понравится, так я рыбку и назову. Так, а давайте еще изменим фото на картине. О, прикольная прическа. Ну а сейчас крутанем колесо фортуны. Посмотрим, что мы сегодня выиграем. Выбади нам, пожалуйста, какой-нибудь хороший приз. Ну, я думаю, это зелье нам пригодится. И я думаю, оно придется нам кстати. Ну а сейчас мы пойдем и прогуляемся на улице. Давайте посмотрим, где живет наш Бубу. О, у него есть огород. Какой, оказывается, он у нас хозяйский парень. Так, сейчас соберем урожай и снова нужно что-то посадить. Так, ну вариантов у нас не так уж и много. Есть цветная капуста и красная капуста и тыква. Ну, посадим красную капусту. О, у нашего Бубу вырос подсолнух. Ребята, вы знали, что подсолнух еще называют цветком солнца? Потому что он свою голову поворачивает к солнцу. Ну ладно, давайте пойдем дальше. А у Бубу, оказывается, есть еще и корова. О, сейчас мы надуем себе молока. А заодно еще и заработаем себе монеток. А мне еще интересно, ребята, а вы когда-нибудь видели живую корову и пробовали доить сами? Лично я видела, когда ездила в село к родственникам. И на самом деле коровы не такие уж и доброжелательные. А еще я пробовала парное молоко. Но если честно, мне не очень оно понравилось. Но зато оно очень полезное. Ух ты, у нас получается полная кастрюля молока. А время еще остается. Может мы успеем надоить еще одну кастрюлю молока? Давайте попробуем. Мы заработали 50 очков. И пока 0 стаканов молока. А еще, ребята, напишите, какое вам молоко больше нравится. Домашнее или магазинное? О, у нас уже появился один стакан молока. Да, ну как оказалось, монеток в этой игре не заработали. Ну, хоть заработали один стакан молока. Хоть что-то. Ну что, Бубу, не будем здесь задерживаться и пойдем гулять дальше. О, пруд. Здесь мы когда-то ловили с Бубу рыбку. В этот раз мы ее ловить не будем. Потому что рыбалка, я скажу вам, такое дело на любителя. А лучше мы заглянем в этот домик. Оказывается, здесь живет наша мыша, которая, судя по всему, не очень гостеприимная. Друзья, а вы любите, когда к вам приходят гости? Или вы сами больше любите ходить в гости? Напишите. А вот и мышиный дом. А еще цирк. О, и баскетбольная площадка. А здесь, я думаю, живут наши друзья. Вернее, друзья нашего котенка. А давайте зайдем к ним в гости. Привет, дружище. Рады тебя видеть. Как твои дела? Вижу, что дела у тебя отлично. А вам скажу я, друзья, кто ходит в гости по утрам, тут поступает мудро. Как в одном из мультиков говорится. Это я вспомнила Винни-Пуха. Когда он пришел в гости к кому-то из друзей, так там наелся, что потом, когда уходил, в двери не влезал. Это ж так надо на халяву наесться. Так практически сейчас и мы. Ищем себе вкусняшки. Так, в шкафу ничего нет. А посмотрим, как за занавеской. Опа-на, как я и думала. Что-нибудь да мы обязательно найдем. Так, посмотрим, что у нас в ванной комнате. Что-то мне подсказывает, что и здесь что-то спрятано. Ура, да это же виноград. К тому же он еще и розовый. Мой любимый сорт, кстати. Ну что, дружище, что-то мы у тебя загостились. Пора и честь знать, как говорится. Пока. Будешь в наших краях, обязательно тоже заходи в гости. Будем рады тебя видеть. Ну что, ребята, пойдем посмотрим, что же находится у нас дальше. Смотрите, вон находится больница. Это туда, наверное, Бубу обращался, когда у него болели зубки. А вон и супермаркет. А еще закрыта, наверное, музыкальная школа. Есть банк. Вау, какой фонтан. А он еще и заработал. Так, давайте посмотрим, что же находится дальше. Какой-то бутик. О, интересная штуковина. А что будет, если на нее нажать? Ребята, а это же фейерверк. А как бы насчет того, чтобы заглянуть в этот магазинчик. Я думаю, нашему котенку стоит что-нибудь прикупить. Наш котенок, по секрету, шмоточник. Он все время любит переодеваться. И я его в этом поддерживаю. Мне понравилась вот эта рубашка в горошек. Конечно, она не из дешевых. Ну, все же, я думаю, мы побалуем нашего котенка. Так что радуйся, у тебя обновка. Ну что, продолжаем нашу прогулку? А вот и магазинчик мобильных телефончиков. Но он пока нам ни к чему. Потому что у нашего булы уже есть телефон. Кстати, а кто это ему звонит? Ммм, похоже, какая-то возлюбленная. Кстати, друзья, нам срочно нужно зарабатывать золотые монетки и кристаллики. Чтобы заработать один кристаллик, нам пришлось просмотреть видео с рекламой. О, а наш котенок все еще разговаривает по телефону. Вот балабол. Ну, это я, конечно, в хорошем смысле этого слова. Это, конечно, хорошо, что у него есть подружка. Ну все, наконец-то он наговорился. Ну что, дружище, теперь нам с тобой следует поиграть и заработать золотых монеток. Потому что у нас катастрофически мало денег. Ребят, напишите, кто уже играл в эту игру и в какой игре лучше всего заработать больше монеток. Кто знает, поделитесь секретом. Так, ну а у нас уже пять золотых. Шесть. Бубу, конечно, хоть и кот, и должен хорошо лазить по деревьям. Но время нас поджимает. И за эту игру мы заработали девять золотых монеток. На сегодня все. В следующей серии мы продолжим наши приключения. Жду ваших комментов и пока-пока.